Александр Агиевец в системе образования работает около 20 лет и уже не в первый раз делится своими интересными наработками в рамках педагогического феста. В прошлом году он рассказывал про QR-коды и дополненную реальность, а сегодня представил мастер-класс «Голограмма. Чудо современной оптики» или «Новый 3D-шаг в образовании». Вести семинар легко и приятно за партами 26 молодых педагогов, которые ловят каждое слово, а затем старательно мастерят необходимое устройство. Осталось запустить 3D-видео на экране смартфона и чудо свершилось, картинка ожила. Сегодня я принес новую разработку, называется «Голограмма 3D-чудо в образовании». Почему это интересно? Потому что, скажем, образование берет все новое из бизнеса, берет из киноиндустрии. Это необычно, это интересно. И когда наши учащиеся видят это и могут сделать своими руками, это всегда очень интересно и познавательно. Помочь становлению молодых учителей – это главная цель молодежного форума, педагогических идей и решений, которые уже пятый год проходят в Бресте. На педагогический фест собираются не по принуждению, а по зову души. Именно позитив и дружеская атмосфера, общение, творчество и креативность привели участников на молодежный форум. Ведь, несмотря на недолгий срок работы в сфере образования, им уже есть о чем рассказать. И так хочется поделиться своими наработками, свежими идеями и, конечно, заявить о себе. Также это стартовая площадка для реализации амбициозных планов и карьерного роста. Благодаря таким мероприятиям, которые проходятся в Бресте, это как наш форум педагогических идей и решений, открытый микрофон, который проходит для первого года работы педагогов, молодой педагог начала трудовой деятельности. Мы находим своих будущих профсоюзных лидеров. И очень важно, что на эти мероприятия мы приглашаем представителей Совета ветеранов труда, учреждений образования. И в последующем при планировании работы мы ведем диалог поколений. То есть наши ветераны делятся опытом работы с молодыми педагогами. Первые годы преподавания в школе не должны стать просто отработкой. И здесь как никогда важна роль наставничества. Мудрость и многолетний опыт, умноженные на креативность, работоспособность и энергию молодости, именно на такое содружество делают ставку в современной системе образования. Наставничество – это была одна из форм этой работы с молодыми педагогами. Мы решили, что эту работу мы должны поставить в систему, сделать системной. С этой целью мы разработали положение о наставничестве. Мы постарались, чтобы в каждой школе это превратилось действительно в систему работы. Ну а следующим этапом нашей работы уже стал форум молодых педагогов. После интересного и насыщенного дня, который вмещал в себя конкурсную программу и мастер-классы, профсоюзный урок, достойный труд, безопасность развития и социальная интеграция и другие не менее интересные мероприятия, наступило самое долгожданное событие – поздравление и награждение победителей конкурса. Многие педагоги пытаются, на мой взгляд, поднять учеников до их уровня понимания, то есть делать так, чтобы ученики думали как учителя. Я делаю немножко наоборот, я опускаюсь до уровня учеников и начинаю разговаривать с ними на их языке. И, на мой взгляд, некая харизма, некоторое чувство юмора спасает во многих ситуациях и дает некоторых поблажки в знаниях методики и теории физического воспитания. Эмоции, конечно, меня переполняют, ввиду того, что заняла первое место. Я поняла, что все-таки мои старания были не зря. Я выступала здесь в основном с дополненной реальностью и такой технологией, как ментальные карты. Многие говорят, что педагог – это призвание, педагог – это жизнь. Я тоже не исключение. У меня и мама педагог, я пошла по его стопам. Считаю, что педагогом не может быть тот, кто не любит эту профессию, поэтому я люблю ее и люблю детей, что самое важное. Педагоги – это люди, которые отдают свое сердце детям, посеять зерна доброты и милосердия, рассудительности и трудолюбия, чтобы они непременно взошли и дали свои плоды через недели, месяцы, а может и годы. В этом суть и предназначение учителя. И даже если результаты нельзя увидеть или осязать сегодня, этот труд никогда не будет напрасным.